Всем привет! С вами Марина Хмеловская и я подготовила для вас прогноз на февраль 2022 года. Давайте посмотрим, какие энергии пронизывают этот месяц, что они нам несут и какие проверки приготовила для нас Мама Вселенная. Итак, первый акцент, о котором я хочу вам рассказать, он касается мужчин. Дорогие мужчины, в феврале месяце вам нужно быть очень последовательными в своих решениях. Подумал, сказал, сделал. Если вы живете в таком алгоритме, тогда я вас поздравляю, февраль будет успешным. Если вы человек, который подумал одно, сказал другое, сделал третье, то все будет валиться из рук, будет очень много препятствий. И все ситуации будут вас учить быть последовательными и решительными. Дорогие женщины, вам придется довериться мужчинам. Если мужчина сказал, что он это сделает, вам нужно отойти в сторону и не мешать ему. Какой самый лучший способ вдохновить мужчину и помочь ему? Это не мешать. И как раз таки февраль месяц будет пронизан для вас, дорогие женщины, этими проверками через мужчин. Идем дальше. Второй акцент, о котором я хочу вам сказать, он касается мировоззрения. То есть в феврале месяце пространство, ситуации, люди укажут вам на то, где ваше мировоззрение устарело. Где вам нужно отказаться от каких-то взглядов, которые тормозят вас, ваши трансформации. Например, вы всю жизнь думали, что земля плоская, но оказывается она круглая. Это метафора. Возможно, вы всю жизнь думали, что богаты и плохие люди. И пришло время отказаться от этой установки. А может быть, вы сами о себе думали, что вы недостойны чего-то. Или что для того, чтобы что-то получить, надо заслужить. И прям в феврале месяце будут создаваться в вашей реальности ситуации, где вы будете осознавать там, 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 где какие мировоззренческие установки мешают мне достичь того, чего я хочу. Мешают перейти мне с одного уровня на другой. Осознанно проследите за этим. Прям можете выписывать эти установки в блокнот и трансформировать их. Или отказываться, или утверждать, что я достойна, что богатые, хорошие люди и так далее. По крайней мере, если вы хотя бы их осознаете, то уже это будет очень крутой прорыв для вашего сознания. Идём дальше. Энергии февраля, они вас будут призывать к тому, чтобы вы научились доверять себе. Не телевизору, не бабе Мане возле подъезда, не тому, что говорят политики, или не то, что говорят другие люди, или какие-то фейковые статьи в интернете. Что я чувствую? Могу ли я себе доверять? Февраль месяц призывает убрать из своего пространства всё, что шатает вашу опору в себе, всё, что вас страшит. Что это в нашей реальной жизни? Это новостные сайты, это телевизор, это разговоры с негативными людьми, которые нагнетают обстановку. Подумайте сами, какие для вас это источники. Может, это кто-то из вашего близкого окружения, который постоянно подливает масло в огонь и так в ваше неспокойное состояние. Откажитесь от этого. Откажитесь и учитесь в феврале месяце искать опору в самом себе. И это поможет вам открываться миру больше. Это поможет вам сделать прорыв в финансовой сфере, это поможет вам сделать прорыв в отношениях и в социальной реализации. Почему? Потому что вы перестанете сливать энергию на страхи, на обсуждения, на то, чтобы закрываться от мира, никому не доверять и так далее. Вот эти все паттерны энергии февраля будут заставлять вас прорабатывать, если они у вас, конечно же, есть. Ну и в шоколаде будут люди, которые точно знают, чего они хотят, знают, чего можно страшиться, а что фейк, не ведутся ни на какие пустые разговоры, которые к минимуму сводят поступление какой-то негативной информации в свою голову. Вот у таких людей все будет в феврале супер. Идем дальше. В деньгах очень важный есть акцент. Важно попробовать то, что вы ни разу не пробовали в своей работе, но куда вас всегда тянуло, то, на что открывается ваше сердце, какой-то новый элемент или новый подход, или новую стратегию. Если вы перешагнете через свой страх, через свою неуверенность и попробуете это сделать, вот этот шаг принесет вам деньги. То есть финансовый поток у вас увеличится в феврале. Если вы очень консервативный, если вы не пробуете ничего нового, если вам страшно инвестировать какое-то время, деньги, силы в то, чтобы внедрить что-то новое, попробовать что-то новое, то, наоборот, ваш доход будет уменьшаться. Подумайте над этим, дорогие, и сделайте правильные шаги в феврале месяце. В отношениях акцент. В отношениях те, кто привык жертвовать всем ради партнера, жить ради семьи, ради детей, будут утопать в ощущении, что весь мир против меня, что все, что я делал или делала, не оценили. Пришло время задать вопрос. А где я в своей жизни? Где мои отношения? Где в них я? Соблюдаются ли там мои потребности? Слышат ли там о моих чувствах и о том, что я хочу донести? И вообще, как строить отношения так, чтобы и себе служить, и своему партнеру в правильном состоянии? Поэтому все программы жертвенности в отношениях будут всплывать. Тоже, если вы их увидите, осознаете, будете с ними работать, то отношения наладятся. Если вы будете идти по замкнутому кругу, по сценарию жертвы, увы, отношения будут ухудшаться. Ну и, конечно же, отношения будут прекрасными, если вы умеете проговаривать со своим партнером свои чувства, проговаривать, что вам не хватает, проговаривать, чего вы боитесь, говорить нет. Если вы такой человек, можете не переживать, ваши отношения станут еще крепче в феврале месяце. Вот такие вот акценты. Пожалуйста, пишите, было ли вам полезно об этом послушать, полезен ли был вам прогноз. Подписывайтесь на нас в инстаграм, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, что вас зацепило в этом прогнозе. Ну и, конечно, буду рада любой обратной связи о тех ситуациях, которые будут случаться с вами в феврале. С вами была Марина Хмеловская, эксперт по матрице судьбы и эксперт по причинно-следственным связям.